Строители, возводящие новые казармы для 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлом, требуют выплатить им зарплаты. Около сотни человек не получили причитающиеся им деньги. Амичи работали на подразделении Федерального агентства по специальному строительству. После того, как структуру решили упразднить, стройка прекратилась и куда-то исчез премиальный фонд. Елизавета Василевич расскажет подробнее. Владимир Лебедев устроился в подразделение спецстроя России летом прошлого года. Рабочие возводили с нуля две новые казармы в 242-м учебном центре ВДВ. Зарплату платили вовремя. Проблемы начались с января. А в марте, после долгой задержки, перечислили только часть обещанных денег. Нам начислили за февраль, лично мне, 53 900. 50, да, где-то вот так. 53 900. Отдали из этих денег только 16 800. Как бы оклад у нас по договору 19, ну и говорят, что минус подоходный налог и получилось 16 800. Как нам объяснили, что это гарантированная часть оклад, а то, что объемы мы сделали, бумаги эти не подписали. Кроме Владимира, свою зарплату недополучили еще около 80 человек. Рабочие подсчитали, всего им не заплатили около 2 миллионов рублей. Люди говорят, их просто обманули. Хотя все устроенные официально подписывали трудовые договоры. Правда, их копии никому не выдали. Временная приостановка финансирования в связи с каким-то переворотом спецстроя. Типа, подождите, все наладится. Но мы это сразу поняли, когда поставки нам материалов стали меньше и меньше. Уже было понятно, что что-то не то. Но начальство спрашивали и говорили, что все нормально, не переживайте, все будет хорошо. В конечном итоге это хорошо получилось с того, что нас заставляют увольняться. О ликвидации спецстроя России стало известно еще в декабре прошлого года. Указ подписал президент Владимир Путин. Поводом стали многочисленные претензии. Главная трагедия в поселке Светлый в июле 2015 года. 24 человека погибли при обрушении казарм. Новые пока так и не закончены. С марта работы остановлены. Нет материалов, да и возводить здание некому. А строителям предложили уволиться. И пообещали взять в главное управление обустройство войск в Екатеринбурге. Якобы там заплатят оставшиеся деньги. Впрочем, как сообщил нам начальник участка, рабочих рассчитают в любом случае. А задержка премии связана с кадровыми перестановками в Москве. Есть информация, что 15 числа всех рассчитают. Не было доверенности в главке у людей, которые могли подписать эти документы в связи со сменой начальства. Однако в подразделении спецстроя России заявили, что вообще не в курсе ситуации в Омске и комментировать отказались. Я вообще не в курсе. Вам ничего не доплатили. У меня что есть, то мы выплатили. А о чем это идет разговор? Я просто не в курсе. Какой-то наговор идет. Мне, кстати, по умску вам не докладывали, поэтому мне никаких комментарий давать не буду. Заплатят ли строителям, станет ясно уже в ближайшее время. Сейчас несколько человек решили уволиться, не дожидаясь, когда им выплатят премии. Тем временем остальные написали заявление в прокуратуру и намерены добиваться своего в суде. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.